Перед Домом культуры вижу, что уже, ну, за полицией, вижу, что наши уже, да, так скажем, на лестницах стоят. Без окон там, в дверях там сотрудники милиции, ну, в небольшом количестве. Ну, и вот где-то 5-6 оратор говорил, и вдруг оттуда из Дома культуры. А я спросил, а что внутри? Они говорят, да, внутри, говорит, не зайдешь. Там уже люди сидят, уже чуть не полный зал. Если мы все зайдем, говорит, ну, просто мы задохнемся, говорит, менты уже сидят переодевшие, ну, ПСОшники. Короче, все уже сидят. Ясно, то есть они забили зал силовиками. А вы были на площадке перед клубом, да, снаружи? Да, они пришли, встали, и вот. А потом что произошло? Потом открыли, ну, первым говорил, ну, Амир Ангакалер. Потом слово дали Ливану, после Ливана говорила Анатолия Вагула. Потом Аполлошиньку, после Аполлошиньку. После Аполлошиньку Алина мачка. Ну, и вот когда Алина говорила, в это время уже движение началось сзади. Тихо-тихо-тихо вы начали выходить. И Алина мячик чуть не скинули с этой лестницы. Началось оттуда, изнутри началось выдавливание с лестницей площадки. Ну, активнейшим больше всего, конечно, глава администрации Гагры. А почему? Он, собственно, не глава района. Ты как объясняешь это? Да как объясняю, как объясняю. Самый активный. Скорее всего, на нем, и непосредственно потом уже, который появился в целях администрации, и было возложено спровоцировать. Когда Алину выдавили, потом началось там как бы как в регби там. И когда начали толкаться снизу ребята, типа не толкайтесь, и началось. Ну, как обычно, как волна. Была ли там драка? Ну, драку я не видел. Это было чисто толкание, так скажем. Ну, в самой толпе, может, кто-то кому-то там, может, что-то досталось. В самой толпе. Потому что с остановки уже досмотрели, но я не видел. А по результату чего они добились? Они когда вытеснили, микрофон схватили, и там началось уже там. Гости пришли, гости это, гости то, то есть... Это они вас гостями называли, да? Ну, да, нас гостями называли. Потом, по-моему, глава, чем чирит? Адгур Ардзимба позвал микрофон там. Ну, с провокационным таким этим пришли. Там гости так себя не ведут, там что-то такое. Адгур поднялся, микрофон дали ему. Вот этот толпе, он призвал по избежанию всего этого. Мы не собирались, никаких намерений у нас не было. Когда-то это продавался, но я вижу здесь, как нас ждут. В течение каких-то 10 минут уже ни одного человека не было. Ну, из гостей, так скажем. Мокло – это историческая площадка. Это же две площадки у нас такие, да, на Восточно-Авхазию. Ну, Кашта, там, Кашта. И правильно сделали их. Кто мог, все выехали туда, там продолжили. У тебя какое впечатление от этого всего вообще было? Отвратительное впечатление. В самом мероприятии, да, допустим, как у них в головах бывает, как в этом деле они профессионалы, что там можно было захватить. Они же профессионалы по захватам. Это же не здание администрации или парламента или что-то. Потом, когда все уехали, мы еще с нормальными, там, еще с ребятами, мы еще стояли, когда радостные такие эти. Ну, что, мы им дали хорошо, мы же не дали им провести. То есть задача была, и выполнили эту задачу с элементами провокации. Они показали полностью свое лицо, что они готовы. Дом культуры, это пускай будет там какой-нибудь шалаш. Лишь бы везде показать свою силу, что они готовы только вот силовыми, вот такими вот действиями. Им удалось это? Если честно, это вызвало глубокую обиду, что, во-первых, те, которые приехали, выступали, кроме Алины, все герои Абхазии, да, все прошедшие войну, все они со джинджической Абхазии, все известными именами. И ты их выдавливаешь, да, в команду своим рейхбистам, которые стеклянными глазами просто выполняют задачу. Это было настолько отвратительно и некрасиво. И потом комментарии, когда уже читаешь и видишь и смотришь, радостный такой визг, что вот ведут себя, как плохие гости. Это чушь, бред, ну как можно вот. Полное разочарование и отсутствие элементарного просто логики и интеллекта. Черезной раз просто раздраконили народ. Я тебе скажу, это реально, они как шли на провокации до прихода к власти, а теперь готовы еще идти на провокации, чтобы удержаться у власти. Вчера ты правильно сказал, Леня. Такое ощущение, что что-то они им дают. Извини, когда нос чешет постоянно. И когда рядом с министром стоит конченый наркоман городской. Ну а как больше можно? Выталкивают и еще друг другу там эти дают. Советы на ухо там шепчут. Ну это отвратительно просто. Что делать надо? Как вообще вести себя? Просто народ должен с дивана задницу поднять, свои гаджеты отложить и в день, когда будет свет. Просто выйти и встать. Просто прийти и показать свою гражданскую позицию. Я так понимаю, у них какая-то вот красная линя. Если не кажется, что условно это 1 августа как бы. Чем это связано? На каникулы уходят. И хотят пропихнуть вот до первого. Во-первых, пить лета. Многие люди в это время самозаняты. Очень благоприятные условия для того, чтобы не собрать там критическое количество людей. А тут те спонсоры, которые спонсируют, они сказали, давай решай этот вопрос, а то хрен ты получишь на выборы деньги. Вот и все. Потом раскачать по новой. Сентябрь выйдут депутаты. Потом уже 30 сентября. А в октябре уже не до этого, потому что остается до выбора полгода. Людей же надо покупать же. Уже надо готовиться к этому. Большие деньги нужны. И поэтому уже они поставили задачу вот этот вопрос окончательно решить до 1 августа, чтобы уже с какими-то деньгами уже выйти на предвыборную гонку. Вот и все. Ромин, скажи, пожалуйста, твой главный аргумент для человека, чтобы он встал с дивана и пришел к парламенту поддержать тех, кто выступает против, чтобы сам свою позицию гражданскую проявил. Главный аргумент, какой у тебя? Первый и основной, это просто потери фактически суеверенитета на определенную часть сессии Абхазии. Это главный аргумент. Проговорил там какой-то момент глава Абхангельского района, что он сейчас суд подает вот эти участки, которые там люди, которые оформили на себя, там, ну, имеется ввиду вдоль на берег. Они будут их отслуживать и все. То есть процесс будет для мужчин. У кого что там есть. Киты известны. С ними будут договариваться о форме долгосрочной аренду или что-нибудь, чтобы они пожизненно получали там. На 49 лет получали какие-то там дивиденды. Мелких они у них выкупят. Или просто вытурят. Ну, все. Потери в определенной части территории. Те, которые организовывают, они все при делах. Я даже не сомневаюсь, они все при делах. Ты как-то себе представляешь вот их заинтересованность в чем? Почему они так поддерживают этот проект? Ну, представь себе, у тебя там 12 гектаров участка земли. Такого крупного покупателя, так же, как это, без сумма, без этого ты его не протащишь. Не продашь. А здесь тебе под этот законопроект, тебе есть возможность его там продать, собрать хороший кушай, до свидания, заниматься своими делами. Второй вариант. Оформить аренду, какие-то условия. И вот пожизненно на 49 лет человек будет получать дивиденды. Они же захватены. У всех они огромные, участки есть уже. И они все хотят, чтобы эти участки вошли в оборот. Ну, мы же потеряли контроль над частью Питсунды. Ну, как-то пережили, могу тебе сказать. У нас контроля там и, условно говоря, и не было. Да, как они стояли, допустим, да, какие-то службы, так и стоят. В принципе, вот это и предлагало, что как есть, так и пусть будет. Сегодня фактически Питсунда вернулась к Гагулевскому договору. Все. Потому что она не ратифицирована. Мы-то ратифицировали, а Россия не ратифицировала. Они прислали ноту, что не будут ратифицировать. Значит, все. Нет, так и суда нет. Что бы ты депутатам сказал? Как ты считаешь, они вообще должны голосовать за этот проект? Как бы ты хотел, чтобы повели себя депутаты, вот как избиратели? Показать свою гражданскую позицию, сказать нет. Я понимаю, что большинство, он же чуть не по участкам принимал участие. Для чего это все делалось? Он им помогал деньгами, он их притащил в власти, да, в парламент. Естественно, они чувствуют себя, что они им обязаны. Но у многих же не было таких денег, чтобы они же протащили. Помогали финансы во всех отношениях. И по сей день. Где-то что-то им нужно там перед избирательным отчитаться. Они к нему бегут, двери открыты для них. Через них там сливают деньги, чтобы тебе показали какую-то иную деятельность. Они чувствуют себя обязанными. Что бы ты им сказал? Идите и скажите, все, мы это все терпели, а дальше терпеть мы не намерены. И поставить жирную точку, и вообще вынести моратория. Спасибо.